Скоро узнала печальная столица, что вместе с Ириной вдовствует и трон Мономахов, что венец и скипетр лежат на нем праздно, что Россия, не имея царя, не имеет и царицы. Пишут, что Феодор набожный, прощаясь с супругою, вопреки своему завещанию, тайно велел ей презреть земное величие и посвятить себя Богу. Может быть и сама Ирина, вдовица бездетная, в искреннем отчаянии возненавидела свет, не доходя утешения в царской пышности. Но гораздо вероятнее, что так хотел Годунов, располагая сердцем и судьбою нежной сестры. Он уже не мог возвыситься в царствовании Ирины, властвовав беспредельно и при Феодоре. Не мог в конце пятого десятилетия жизни еще ждать или откладывать. Вручил царство Ирине, чтобы взять его себе из рук единокровной, как бы правом наследия. Занять на троне место Годуновой, а не Мономахова венценосного племени, и менее казаться похитителем в глазах народа. Никогда сей лукавый чистолюбец не был столь деятелен, явно и скрытно, как в последние дни Феодоровы и в первые мнимого Иринина державства. Явно, чтобы народ не имел и мысли о возможности государственного устройства без родения Борисова, скрытно, чтобы дать вид свободы и любви действию силы, обольщения и коварства. Как бы невидимую рукою обняв Москву, он управлял ее движениями через своих слуг бесчисленных. От церкви до Синклита, до войска и народа, все внимало и следовало его внушением, благоприятствуемым с одной стороны робостью, а с другой истинную признательностью к заслугам и милостям Борисовым. Обещали и грозили, шепотом и громогласно доказывали, что спасение России нераздельно с властью правителя, и, приготовив умы или страсти к великому феатральному действию, в девятый день по кончине царя объявили торжественно, что Ирина отказывается от царства и навеки удаляется в монастырь, восприять ангельский образ инокини. Сия весть поразила Москву. Святители, дума, сановники, дворяне, граждане, собором пали предвенценосную вдовою, плакали неутешно, называли ее матерью и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве. Но царица, да то ли всегда мягкосердая, не тронулась молением слезным. Ответствовала, что воля ее неизменна, и что государством будут править бояре вместе с патриархом до того времени, когда успеют собраться в Москве все чины российской державы, чтобы решить судьбу Отечества по вдохновению Божию. В тот же день Ирина выехала из дворца Кремлевского в Новодевичий монастырь и под именем Александры вступила в Сан-Инакинь. Россия осталась без главы, а Москва в тревоге, в волнении. Где был Годунов и что делал? Заключился в монастыре с сестрою, плакал и молился с ней. Казалось, что он, подобно ей, отвергнул мир, величие, власть, кормила государственное и предал Россию в жертву бурю. Но Кормчий неусыпно бодрствовал, и Годунов в тесной келье монастырской твердую рукою держал царство. Сведав о пострижении Ирины, духовенство, чиновники и граждане собрались и в Кремле, где государственный дьяк и печатник Василий Щелкалов, представив им вредные следствия безначалия, требовал, чтобы они целовали крест на имя Думы Боярской. Никто не хотел слышать о том. Все кричали, не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу, ей мы дали присягу, и другой не дадим никому. Она и в черницах, мать России. Печатник советовался с вельможами, снова вышел к гражданам и сказал, что царица, оставив свет, уже не занимается делами царства, и что народ должен присягнуть боярам, если не хочет видеть государственного разрушения. Единогласным ответом было «И так да царствует брат ее». Никто не дерзнул противоречить, не безмолвствовать. Все восклицали «Да здравствует отец наш Борис Федорович, он будет преемником матери нашей царицы». Немедленно всем собором пошли в монастырь Новодевичий, где патриарх Иов, говоря именем Отечества, заклинал монахиню Александру благословить ее брата на царство, ею презренное из любви к жениху бессмертному, Христу Спасителю, исполнить тем волю Божию и народную, утишить колебания в душах и в государстве. Отереть слезы россиян, бедных, сирых, беспомощных, и снова восставить державу сокрушенную, доколе враги христианства еще не уведали о вдовстве монамахового престола. Все проливали слезы, и сама царица Инокиня, внимая первосвятителю красноречивому. Иов обратился к Годунову. Смиренно предлагал ему корону, называл его свышеизбранным для возобновления царского кореня в России, естественным наследником трона, после зятя и друга, обязанного всеми успехами своего владычества Борисовой мудрости. Так совершилось желание властолюбца. Но он умел лицемерить. Не забылся в радости сердца, и за семь лет пред тем, смело вонзив убийственный нож в гортань святого младенца Димитрия, чтобы похитить корону, с ужасом отринул ее, предлагаемую ему торжественно, единодушно, духовенством, синклитом, народом. Клялся, что никогда, рожденный верным подданным, не мечтал о сане державном и никогда не дерзнет взять скипетра, освященного рукой усопшего царя ангела, его отца и благотворителя. Говорил, что в России много князей и бояр, коим он, уступая в знатности, уступает и в личных достоинствах. Но из признательности к любви народной обещается вместе с ними родить о государстве еще ревностнее прежнего. На сию речь, заблаговременно сочиненную, патриарх ответствовал такую же и весьма плодовитую, исполненную движений витийства и примеров исторических. Обвинял Годунова в излишней скромности, даже в неповиновении воли Божией, которая столь явна в общенародной воле. Доказывал, что Всевышний из кони готовил ему и роду его на веки веков державу Владимирова потомства, Феодоровую смертью пресеченного. Напоминал о Давиде, царе Иудейском, Феодосии Великом, Маркиане, Михаиле Косноязычном, Василии Македонском, Тиверии и других императорах византийских, неисповедимыми судьбами небесными, возведенных на престол изничтожества. Сравнивал их добродетели с Борисовыми. Убеждал, требовал и не мог поколебать его твердости ни в сей день, ни в следующие, ни пред лицом народа, ни без свидетелей, ни молением, ни угрозами духовными. Годунов решительно отрекся от короны. Но патриарх и бояре еще не теряли надежды. Ждали Великого собора, коему надлежало быть в Москве через шесть недель по смерти Феодора. То есть велели съехаться туда из всех областных городов людям выборным, духовенству, чиновникам, воинским и гражданским, купцам, мещанам. Годунов хотел, чтобы не одна столица, но вся Россия призвала его на трон и взял меры для успеха, всюду послав ревностных слуг своих и клевретов. Сей вид единогласного, свободного избрания казался ему нужным, для успокоения ли совести или для твердости и безопасности его властвования. Между тем Борис жил в монастыре, а государством правило дума, советуясь с патриархом в делах важных. Но указы писала именем царицы Александры и на ее же имя получала донесения воевод земских. Между тем оказывались неповиновения и беспорядок. В Смоленске, Пскове и в иных городах воеводы не слушались ни друг друга, ни предписаний думы. Между тем носились слухи о впадении хана Крымского в пределы России, и народ говорил в ужасе «хан будет под Москвою, а мы без царя и защитника». Одним словом, все благоприятствовало Годунову, ибо все было им устроено. В пятницу 17 февраля открылась в Кремле дума земская или государственный собор, где присутствовала, кроме всего знатнейшего духовенства, синклита, двора, не менее 500 чиновников и людей выборных из всех областей, для дела великого, небывалого со времен Рюрика, для назначения венценосца России, где до то ли властвовал непрерывно, уставом наследия, род князей Варяжских, и где государство существовало государем, где все законные права истекали из его единственного самобытного права – судить и рядить землю по закону совести. Час опасный. Кто избирает, тот дает власть, и следственно имеет оную. Ни уставы, ни примеры не ручались за спокойствие народа в ее столь важном действии. Исеем Кремлевский мог уподобиться Варшавским, бурному морю страстей, гибельных для устройства и силы держав. Но долговременный навык повиновения и хитрость Борисова представили зрелище удивительное – тишину, единомыслие, уветливость во многолюдстве разнообразном, в смеси чинов и званий. Казалось, что все желали одного – как сироты найти скорее отца, и знали, в ком искать его. Граждане смотрели на дворян, дворяне – на вельмож, вельможи – на патриарха. Извести в собор, что Ирина не захотела ни царствовать, ни благословить брата на царство, и что Годунов также не принимает венца Мономахова, Иов сказал. Россия, тоскуя без царя, нетерпеливо ждет его от мудрости собора. Вы – святители, архимандриты, игумены. Вы – бояре, дворяне, люди приказные, дети боярские и всех чинов, люди царствующего града Москвы и всей земли русской. Объявите нам мысль свою и дайте совет, кому быть у нас государем. Мы же, свидетели представления царя и великого князя Феодора Иоанновича, думаем, что нам мимо Бориса Феодоровича не должно искать другого самодержца. Тогда все духовенство, бояре, воинство и народ единогласно ответствовали. Наш совет и желание тоже. Немедленно бить челом государю Борису Феодоровичу и мимо его не искать другого властителя для России. Усердие обратилось в восторг, и долго нельзя было ничего слышать, кроме имени Борисова, громогласно повторяемого всем многочисленным собранием. Тут находились князья Рюрикова племени – Шуйские, Сицкие, Воротынские, Ростовские, Телятевские и столь многие иные, но давно лишенные достоинства князей владетельных, давно слуги московских государей наравне с детьми боярскими. Они не дерзали мыслить о своем наследственном праве и спорить о короне с тем, кто без имени царского уже 13 лет единовластвовал в России. Был хотя и потомком Мурзы, но братом царицы.